Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, он достаточно такой интересный. Начал отношения с девочкой через 2-3 дня, как будто бы чувства к ней улетели, я всегда боюсь такого поворота. Две недели дальше были вместе, я пытался разобраться в себе, хотел бы с ней на мысли что-нибудь чувств сделать свое дело, и я от нее ушел. Сейчас я в ужасном состоянии, до сих пор не могу понять, если у них нет чувства, стоит ли попробовать вернуться, как вообще разобраться в себе. Что ж, давайте по порядку. Начал отношения с девочкой на какой основе? На основе чего вы начали отношения с девочкой? Ну то есть, что общего между вами? Через 2-3 дня, как будто бы чувства к ней улетели. Что это значит? То есть, вы охладели, вы изменили к ней свое отношение. Вообще, здесь очень сильно похоже на то, что вы девочку идеализируете. Когда вы начинаете с ней встречаться, идеализация проходит, чувство уходит. Реального человека, как будто бы вы не видите. Связано это вероятно с тем, что вы и к себе, и не к себе не относитесь, как к личности. Я всегда боюсь такого поворота. Почему? Понимаете, здесь, с одной стороны, как будто бы страх близости у вас, страх сближения. Вот. А с другой стороны, ну вот, как бы, почему вы боитесь? Тут самый главный вопрос, что вы требуете от себя, как будто бы быть в отношениях с обязательным набором чувств. То есть, такие жесткие рамки. Две недели дальше были вместе, и я пытался разобраться в себе, каким образом, хотел быть с ней, зачем. Мысли, что нет чувств, деля свое дело, я ушел. Почему нужно уходить, если... Ну, если ваши чувства вдруг прошли. То есть, понимаете, если вам приятно с девушкой находиться, если вам, не знаю, комфортно с девушкой находиться, зачем от нее уходить? Сейчас я в ужасном состоянии. Извечу, о чем вы жалеете. До сих пор не могу понять, если у меня свои чувства, и стоит ли попробовать вернуться. Ну, здесь, мне кажется, у вас страх от выражения. То есть, понимаете, штука в чем. Вы, скорее всего, действительно, как сказал мой коллега, боитесь одиночества. Но страх одиночества, на мой взгляд, связан с тем, что вы допускаете, что вас могут отвергнуть. Соответственно, уход чувств – это защита. Защита от сближения, защита от раскрытия, я имею ввиду, ну, я имею ввиду, раскрытие вас перед, перед, перед человеком. Вот, то есть, вы боитесь, как бы, раскрыться перед человеком, получается. Вот, вот. И, соответственно, отсюда у вас чувства-то уходят. Ну, как мне кажется, как мне кажется. Вот. Ну, самостоятельно вас разобраться себе вряд ли получится. Вот. Если бы могли, думаю, что уже бы разобрались. Вот. А раз, ну, как бы, вот, до сих пор не разобрались, то, скорее всего, и не разберётесь. Поэтому, не кажется ли вам много странным такой вопрос ваш, что вы пишите, как вообще в себя разобраться, да? При этом обращаясь, как бы, к, ну, к психологу, да? И, в общем-то, к человеку, который априлотно занимается тем, что он помогает людям разобраться в себе. Еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы, ну, как будто бы вопрос своих чувств пытаетесь решить, знаете, как? Ну, интеллектом. Вот. То есть, как будто бы вы пытаетесь вопрос своих чувств решить именно вот посредством интеллекта, посредством обдумывания, посредством какого-то, ну, каких-то, точнее, умозаключений. Ну, вот. То есть, ну, по сути, по сути можно говорить, да, о логичности. То есть через логику вы пытаетесь это сделать. Вот. Идея эта, мягко говоря, так себе. Ну, вот. Потому что из нее, как правило, как правило, никогда ничего не получается. Вот. Потому что, ну, чувство это все-таки не про логику. Чувство это больше про, про собственно чувство. Вот. А не про логику. И поэтому вы здесь, ну, по большому счету, будете вот всегда в какой-то степени вот в проигрыше находиться. Вот. То есть всегда вы будете проигрывать, потому что увидеть, грубо говоря, ну, вот, что такое ваше чувство, да, увидеть. Именно увидеть ваше чувство. А как бы, ну, логически увидеть ваше чувство, ну, это задача, мягко говоря, непростая. А если грубо, то, в общем-то, вообще, такая вот, обреченная в этом смысле на провал. Вот. Поэтому, поэтому здесь ситуация, на мой взгляд, довольно однозначная. Здесь ситуация, на мой взгляд, довольно очевидная. Вам нужна помощь специалиста. Вот. Что вы можете сделать сами? Сейчас, что вы можете сделать, да? На мой взгляд, прямо сейчас вы можете посмотреть на то, как вы к себе относитесь. То есть вы можете посмотреть на то, как вы себя воспринимаете, как вы себя видите. Я вижу себя, как, ну, например, да? Я вижу себя, как личность. Или я вижу себя, как мужчину, вот. Как я вижу девушку, это, ну, тоже такой достаточно, как мне кажется, важный момент. Потому что, если вы, например, девушку воспринимаете, ну, допустим, да, исключительно, как я уже сказал, как, девушку, то есть кроме такой гендерной составляющей, например, вы ничего больше особо не видите, то, конечно, это обособленное восприятие. Обособленное восприятие всегда будет приводить по факту к тому, что вам будет сложно быть в отношениях свободным человеком. Потому что, ну, свободе в данном случае просто неоткуда будет взяться. Вот. Тут логика в этом смысле вообще, как бы, достаточно простая, да? То есть она связана с тем, что чувство не постоянное, такая, можно сказать, история. Чувство – это то, что меняется, чувство – это то, что видоизменяется, чувство – это то, что может, ну, так скажем, проходить различные этапы. Чувство – это то, что может быть, ну, воспринято, да, воспринято может быть как-то вот по-другому, как-то иначе. Вот. И человек, если он требует от себя именно определенных чувств, конкретных чувств, вот, то человек, конечно, очень нелегко в этой ситуации приходится. Вот. Что, на мой взгляд, вполне логично. Вот. А в целом я бы вот как-то обратил бы ваше внимание, да, что вы отношениями как будто бы вот много уделяете внимания. Как будто бы в отношениях вы очень много, очень много внимания уделяете тому, а вот есть у меня чувства, вот, как вот они у меня, там, ну, грубо говоря, будут, не будут, да, и вот, не дай бог они у меня, там, пропадут, например. Вот. Вот. Что тогда я буду делать? Вот как будто бы вы в этом весь. И, конечно, это, ну, вообще говоря, не способствует какой-то такой, скажем так, ну, хороший, конструктивный, да, на атмосфере, ну, вот, в отношениях, потому что, ну, сами, сами, в общем-то, понимаете, да, что откуда я взялся, вот. То есть тут вот в этом смысле все достаточно просто, на мой взгляд. Вот. Ну и то, как вы к себе относитесь, вероятно, позволяет в той или иной степени говорить о том, что вы себя, ну, что вот не очень себя уважаете, да, и не очень, не очень, в общем-то, в целом. Себя любят. Вот. Если это так, то, ну, вот, на эту тему также нужно обратить внимание, вот. Ну, вам. И, прежде чем работать, прежде чем, точнее, вступать, в отношения, да, прежде чем, вот, собственно, начинать отношения, да, желательно свои, ну, конфликты, да, страхи, желательно их все поисследовать, да, и хотя бы, ну, хотя бы, хотя бы знать их, вот, что называется, в лицо, вот. То есть хотел бы знать, эм, ну, о своих особенностях, вот, а сейчас вы о своих особенностях в общем и целом не знаете. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо.